Доброе утро всем! Что-то ветер какой-то у нас непонятный. А еще сегодня ночью, видите, у нас как пасмурно, облачно. Ночью был дождь такой, грязевой. В общем, машина вся такая чумазая. Я говорю, хорошо, что я ее не помыла. Потому что это было бы вообще, как говорится, деньги на ветер и труд на ветер. В общем, что? У меня 7 пятниц на неделе. Планировала одно, начала делать другое, получился результат третий. Смотрите, в каком мы парке красивом. Ну, наш любимый парк все время, в который мы ходим. Видите, как-то такая вот погода, пасмурная парилка. Как местные говорят всегда, к большей жаре. Так вот, помните, я как-то вам рассказывала, муж в Севилью уезжал, отвозил сестру. Она уехала на Тенерифе, на Канарские острова. По-моему, да, Канарские, же ведь. Вот, у нее там дочка живет. И оказывается, что сегодня она возвращается. Вот, ездить туда-сюда. Возвращается, но уже в Малагу. И я такая вроде загорелась, говорю, о, ну муж говорит, поехали. Сначала было, что он мне сказал, что она прилетает в час. О, классно, говорю, мы... Сейчас она прилетит, мы поедем там где-нибудь, ну, не в самой Малаге, потому что в Малаге опасно, это большой город, и там много всяких зараженных ходит. Ну, где-нибудь по берегу поедем домой, и там в какой-нибудь деревушке прибережной, 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 правильно? Поедим. Ну, да, здорово, здорово. Вчера, значит, вечером он говорит, ой, она в два прилетает. Думаю, ну ладно, в два. А вы знаете же, в Испании, я уже много раз говорила, здесь режим. Здесь режим еды, сиеста, все дела. То есть поесть можно нормально с часу до четырех. Потом в четыре закрывается кухня, и вам могут дать что-нибудь, знаете, такое, в сухомятку. Об этом я уже рассказывала. Так вот. Он уже говорит, все, она в два прилетает. Думаю, ну ладно, два. Пока чемодан, пока сюда-сюда, туда-сюда, 2.30. Пока выйдем, там три с лишним, еще успеем где-нибудь поесть. Все, настроилась такая уже. Сестру тоже другую заберем. Потом сегодня утром выясняется, что она вообще в 2.30 прилетает. Блин, ветер какой-то, не знаю, слышно меня, не слышно. Ветер в саму ряду. Я говорю, ну в 2.30, а я уже такая нарядилась, по-летнему такая, вот. Сейчас вот, говорю, выйдем с Чарли погуляем. И вот тебе такое. Я говорю, ну в 2.30, это мы тогда точно никуда не успеем поесть. А я же, если я не я, если я голодная, то я зверь. Я говорю, ой, нафиг мне тогда такое надо. Съездить просто в Малагу, забрать твою сестру, и потом приехать обратно, голодной. Не, говорю тогда, я не поеду. А планы-то были ехать, где-нибудь покушать в другом месте. Но, видите, планом, потому что я действительно не хочу. Я ем, ой, очень рано. Вот. Ну, как рано, в 2. Вот так вот. То есть, в 4. Тем более, потом нигде не найдешь еду. Идет женщина с коляской. И вот так вот просто поехать, и забрать в аэропорт сестру, и приехать обратно, голодная, уставшая. Да ну его нафиг. Что это за выходной? Так у меня получается в воскресенье. Правильно? Ну, я так посчитала. Так что все, я не еду ни в какую Малагу. Но, сейчас я с Чарли погуляю в по парке. Я уже, знаете, давно о чем мечтаю. О чем я мечтаю выудить через несколько секунд. А пока вот такое у нас. Сейчас еще морюшко вам покажу. В общем, на обед хотела себе кебаб или шаурму, как там ее называют. Поехала в один. Там, где я всегда брала. Поехали. Он закрытый. Его перенесли на другую куда-то площадь. Поехали туда. Смотрю, что-то мясо, кажется, мне с прошлого дня. Потому что там уже, в общем, мясо не понравилось. В третий, непонятно что. Говорю, поехали нафиг вот куда. Бургер Кингс. Кингс. Кинг. Кока-Колу муж выпил. Я ему так и брала. У меня тут картошка. Бургер какой-то. Я этим не увлекаюсь, вы знаете. Не то, что не увлекаюсь, вообще никогда не ем. Вот. Не потому, что не хочется, а потому, что, ну, потому что. а вот сейчас сегодня взяла картошку и пойду сейчас лопать. Так, сейчас вам покажу, что у меня тут. Я в этих бургерах, если честно, вообще полный ноль. Я не понимаю, что, почему и как. Поэтому взяла. Что на картинке было красиво. Вот такой какой-то непонятный. Что-то много хлеба, я так не люблю. В общем, на картинках было намного красивее. И вот так вот. Вот так вот. Ветроган у нас такой поднялся на пляже, что пипец. Мы еще съездили и родственников повидали. Вот. Они говорят, на пляж тоже не поедем. В общем, вот такой день. Я буду в гордом одиночестве смотреть телевизор. Точнее, сериал. И есть бургер. Я тут уже кофеек попила. Своей любимой кружки. И знаете, что в голову? Какая мысль пришла? Вот многие девчонки у нас, как бы, они живут в Испании, но головой, мыслями, раздуемыми. Вообще, все живут в России. Они все в России. Новости в российские. Все в России. Вот я про себя сейчас немного расскажу. У меня не интересны ни российские новости, ни то, что там. Нет. Я в курсе событий, что происходит и как. но более мне интересны испанские новости, потому что я здесь живу и мне здесь жить. И как бы, мне интересно, как развивается экономика страны Испании, кто президент в Испании. И вот, но я не про это. некоторых девчонок даже телефон, как бы, он на русском языке. То есть, там все по-русски, абсолютно все. Мой телефон, он на испанском языке. Это, во-первых, всегда. Я не знаю, у меня самый первый телефон, наверное, был, там, по-моему, русского того не было. Вот все у меня телефоны, у меня на испанском. Вообще, для меня нет особого различия, русский язык или испанский. Но, если введешь русский язык в телефон, то и все новости, и все, все на свете вылазит по-испански. То есть, тут, вот, кстати, нормально. Смотрите, вот, у меня телефон вот так вот делаешь куда-то, и тут выходит вот про коронавирус информация. Но почему-то она вот на 4 дня уже, кстати, у нас, смотрите, опаздывает. Потом вот всякие новости вот тут вот вылазят. Всякие, я вот так же тут нахожу новости. Например, сегодня очень хорошая новость такая вылезла у меня. что в нашем городе за эту неделю ни одного случая коронавируса не было. Мне очень подняло это настроение. Я, может быть, даже завтра поеду на пляж, если погода будет. Потому что сегодня вы видели, какая погода. Вот. И, в общем, здесь все по-испански. У меня, и мне так более привычно, мне так лучше. Мои приложения, вот, у меня тут много всяких разных приложений. Вот. Например, у меня есть приложение Одноклассники. Подружка мне тут. Есть Одноклассники, они, естественно, на русском, но я туда вообще практически не захожу. Очень редко, почему-то они мне стали совсем неинтересны. Одноклассники, такая скукота, одна реклама, и нифига ничего там нету. Потом, у меня есть Фейсбук, он чисто испанский. Там у меня и друзей больше испанских, друзей, родственники, все. Ну, есть, там и русские, конечно, очень мало, но в основном Фейсбук испанский. Все новости, и я в нем, кстати, торчу постоянно. Вот. Сейчас я изучу. Сейчас я, кстати, знаете, что читала? Про собак. Почему собаки любят, ну, вот, так, читала, читала и дочиталась. Почему моя собака у меня отбирает место? Ой, я смеялась, потому что вот каждый раз, как муж вот встает со своего места, Чарли сразу туда садится. Мне стало это смешно и занятно, и я сразу туда полезла читать. Вот видите, у меня все здесь по-испански, и мне больше, а, нет, не все, вот смотрите, вылазит еще и по-русски иногда, но в основном по-испански. Я здесь больше торчу. в Фейсбуке. Но у меня там тоже закрытый профиль, и друзей очень мало. Скорее, это даже для родственников, чем для друзей. Инстаграм у меня тоже испанский, но, естественно, там, здесь у меня все мои подписчики, кто не подписан на Инстаграм, подписывайтесь, я там каждый день. Сегодня тоже фоточку сделала, фоточку, вот, морюшка сняла, видите, парк наш, почему-то он криво, а, там вот такие вот занимались, смотрите, опять весели. Это поток и море. Вот, Инстаграм, это я даже больше вам рассказываю, что у меня, наверное, в телефоне. Ну, тут, YouTube, вообще, смотрите, кто у меня тут. Это вот все, что мне удобно. Вот, ну, телефон, да, так, шумит, больше у меня ничего тут неинтересного нет. ВКонтакте, естественно, русский. А так, и вот, мне кажется, вот у меня вообще есть одна знакомая, подруга, она прям, знаете, так страдает, живя здесь, прям вот страдания. Так она не любит здесь жить, хотя, не знаю, почему, вот прям у нее все мысли на, а в России, там все так хорошо, там все замечательно. Постоянно мы с ней, ну, не только я, мы с ней вот так вот, не скандалим, но не можем понять, тогда, какого хрена ты тут держишься, ну, все понятно, какого хрена тут держишься. Вот, работа, денюжки, а в Россию поедет на пару месяцев, и там гуляй душа, я, с деньгами везде жить хорошо, знаете, были бы деньги, хоть на Северном полюсе можно жить замечательно. Вот, как-то так. Вот, и вот много таких девчонок, которые вот страдают здесь, потому что вот им в России все нравится, им все там замечательно, но понимают, что в России у них не будет такого заработка, таких денег, и нам уже всем не шешнадцать. А мне кажется, нужно, вообще, мне кажется, для счастья нужно, во-первых, жить с тем человеком, с которым тебе хочется жить, потому что, если ты живешь с нелюбимым, с ненавистным человеком, то это просто какая-то каторга, и так жить невозможно. Представляете, приходить домой, зная, что там нелюбимый человек, которого ты не хочешь вообще даже видеть, это я вообще не представляю, как так можно жить. поэтому, естественно, тебе не то, что там страна, тебе вообще все будет, тебе будет хотеться отсюда вырваться, куда-то бежать, куда-то подальше, куда, естественно, в Россию, да. Мне кажется, это самый главный аргумент, почему нам в каком-то месте не нравится жить. Ну, естественно, экономический вопрос тоже очень влияет, но хотя у многих девчонок здесь нормально экономический, ну, вот это и то, что их держат здесь, только вот зарплата, зарплата и деньги, вот они уезжают на 2-3 месяца в Россию, там гуляют, живут на широкую душу, потом, когда денежка заканчивается, приходится возвращаться в нелюбимую Испанию и опять батрачить. Это, конечно, не жизнь, это я стараюсь жить, знаете, как в свое удовольствие, жизнь одна, не в том, что там кутить, жить так, как ты именно вот хочешь, не беря звезд с неба, не мечтая о каких-то там яхтах или каких-то, вот по чуть-чуть, как здесь говорят, поко-поко, вот ты там купила машину, да, какую-то, вот ты там можешь там немного, опять, по средствам, я не сижу и не мечтаю о каком-то Мерседесе, потому что мне нахрен не нужно, для меня машина средство передвижения, у меня есть машина, которая меня передвигает, куда я хочу, яхта, она мне нахрен не нужна, потому что я на море-то еще ни разу, не два раза была всего, вот, какие-то, дом, хотела бы дом, знаете, но опять, думая, что там нужно постоянно убирать, что там нужно что-то работать постоянно, то это, как полка в двух концах, и хочется, и колется, вот, ну, а Чарли у меня есть собачка, у меня еще есть чуча, животные, это тоже вот то, что я хотела, мои цветочки, жить нужно вообще вот в удовольствие, и так, как ты хочешь, и главное, чтобы рядом не был человек, который тебя постоянно вот вниз, вниз, который тебя унитает, который тебе ненавистен, вот, это просто будет, наверное, жизнь прожита зря, она у нас одна, время пролетает очень быстро, вот, как-то так вам рассказала, немножко, что наболтала, не знаю, но такие вот у меня мысли, сейчас посетили меня, в голову, вот, и, что все замечательно, все хорошо, пойду сейчас вентилятор включу, а то что-то жарко, у нас, знаете, как до трех, до полчетвертого нормально, а потом прям вот начинается жара, вот мне надо в это время ездить на пляж, я в прошлый год всегда ездила, в четыре, сегодня у родственников, кстати, спрашивала, говорю, как там на пляже, они говорят, нормально, народу мало, так что, может быть, уже и поеду, так что, вот, проболтала, пишите вы свое мнение, как вам кажется, в чем зависит счастье человека, вот, для меня, вот, в такой очередности, любимые, или там, дети, может быть, рядом с тобой, чтобы жили, любимые, приятные люди, потом, экономический вопрос, здоровье здесь вообще не касается, потому что, это самое главное сейчас, особенно, это самый главный фактор, нормальной, хорошей жизни, потому что, если ты болен, тебе не нужен ни любимый человек, ни деньги, вообще, ни хрена, ничего, так что, так что, вот так вот у меня, вот такие вот мысли, да, какая я умная, нет, я не умная, просто, просто я так считаю, да, мне так кажется, а вам что кажется? В общем, хожу, я тут цветы полила, пропылесосила, как всегда, и вот смотрю на свою орхидею, думаю, полить, не полить ее, я уже не помню, когда я ее поливала, в общем, такая смотрю на нее, смотрю, и помните, я говорила, что вот тут у меня почечка, смотрите, ну, ведь скоро будет цветок, как вы думаете, а? Сейчас она сфокусируется, ну, я так думаю, что скоро будет цветок, а? Вот тут еще одна какая-то почечка была, которая мне тоже нравилась, не знаю, может быть, из нее что-нибудь и вырастет, так что все замечательно, я знаете, как делаю, я вам уже показывала, у меня есть тряпочка специальная, сейчас покажу, вот такая чистая, я, короче, ей вот так вот протираю листики, вот так влажной, и потом вот эту тряпочку вот так вот кладу, просто на эти, до полного высыхания, и все, и вот так вот она у меня, держится, вот, чтобы как бы ее не сильно не заливать, но мне кажется, надо уже полить, я посмотрю, я смотрю по испарениям, вот тут, здесь уже никакого испарения нету, поэтому можно уже и полить, так что вот так вот, потихонечку, помаленечку, но вот видите, один этот цветочек еще у меня будет, вот, так что мне кажется, шикардос, и сюда еще парочку купить, и вот это вот будет для орхидеи у меня, да, я так считаю, тоже эти листики протерла, и это видите, пальмочки, одна пальмочка, другая пальмочка, такие вот у меня пальмочки, мои цветочки, Чарли, опять ты умываешься, да, опять умываешься, ох и чистюля он у меня, ядрит, мадрит, в общем, как-то так вот, надо бутылки налить, я всегда наливаю две бутылки, вот две, нет, даже три бутылки, Чучи тут сменила ковровое покрытие, налила ему бассейн, бежит, бежит, смотрите, он такой ревнеет, это вообще, вы смотрите, то есть я что-то трогать начинаю, говорить, разговаривать с Чучи, этот начинает гавкать, моя Чучи, чего у тебя тут, чего у тебя тут, а, Чучи тут, видите, говорят, собаки не ревнуют, ну да, конечно, моя Чучи, такая красивая, надо ему вот такие вкусняшки еще купить, да, он жару не поет совсем, он вот поет либо утром, ой, а что это у него там с этим, с крылом, или все нормально, ой, а что это у него там с крылом, он либо утром поет, когда прохладно, либо вечером, да, да, ну лег, обиделся все, с жопой ко мне, и сказал, ну и оставайся своим Чучей, вот так вот, вот так вот, вот так вот, моя рыба шляткая, а я знаете, чем тут занимаюсь, я в общем мне, когда телефон свой покупала, мне вот этот сделали, сбросили все настройки, и было вот, он пустой, как на заводской настройке сделали, да, я приехала домой, и начала, там есть вот такой у Самсунга кабель, там просто подключаешь одного, от одного переходника, вот такой есть, и подключаешь один телефон к другому, и вся информация переходит на другой телефон, ну, я все это сделала, а потом сели батарейки, и у одного телефона, это мужем телефон, я ему подарила телефон свой, и батарейки сели, в общем, на полпути, как говорится, и у меня информация, половина перешла, половина не перешла, и чтобы не заморачиваться, потому что вручную, там надо было все апплика, все, как это, апплика, все, ну, в общем, как их называть, приложение не переносить, я просто решила опять сделать телефон, ну, до заводских настроек, я уже так делала с телефоном, у меня всегда были Samsung, поэтому я так делала с прошлым телефоном, и вот сделала, просто залезла в YouTube, там этих видео дофига, как все это делается, и вот, все сделала, он там перегружается, и вот теперь у меня сейчас будет телефон с заводскими настройками, просто потом возьму мужем телефон, и вот так вот вставлю сюда, туда, и чтобы вся информация перенеслась, и чтобы не париться мне с этим, с его телефоном еще, смотрите, как меня укусил кто-то, и вот опять все вздулось, причем, вот вздувается, например, вот тут не вздулось, у меня тут тоже комары, представляете, я думала, если бы у меня вот так вот тоже вздулось, было бы трындец, капец какой, ну, нет, не вздулось, а вот там вздулось, может быть, все зависит от части тела, в общем, да, сделала телефон заводскими настройками, вот, вы знаете, что-то он нагревается сильно, прям сильно-сильно, как бы не пришлось новый телефон, можно покупать, ой, блин, на себе уже точно не буду новый покупать, но его нафиг, потому что привыкать к ним, я вообще довольна новым телефоном, держит долго батарейку, и прикольно, я уже к нему привыкла, совсем меня, смотрите, вот эти цветы какие-то долбанутые, они растут ввысь, смотрите, какой вымахал, вообще длинные-длинные, они уже сами себя не держат, но цветов в нем нет, вот одна кала, она уже все, ей трындец, капец, ну, что-то не то, может быть, мне ее, знаете, потому что, вот, что это, они уже падают от своего веса, может быть, мне ее нахрен срезать, и уже на следующий год отправить, искупался, о, искупался, смотрите, видите, он какой-то полусырой, лохматый, да, искупался, вот видишь, как тебе мамка-то баню сделала, душ, не хухры-мухры, что там на улице, облачно с прояснениями, жара, жара, не лезет у меня еще-то эти цветочки, о, а что-то вот это вот даже, нет, цвел, цвел, я помню, цвел, а этот не цветет, что-то не знаю, ну, наверное, адаптируется, ладно, что же мне теперь с ними сделать, в общем, вот так, вот такие вот у меня дела, домашние, в общем, купили мороженое, кто-то ложку потерял, еще и Чарли дела делает, в общем, тут у нас все нормально, муж меня пригласил на мороженое, и с Чарли погулять, а сам встал там и стоит, он, знаете, не может, например, идти и съесть мороженое, или там вот, три-четыре дела одновременно, не может делать, или разговаривать по телефону, ему надо стоять, я не понимаю, как так, я могу разговаривать телефону, есть мороженое, следить за Чарли, еще и, наверное, машину водить, странно, это, знаете, как такое мороженое, жидкое, оно молочное, даже, скажем так, на улице духотище, я вся по этому мороженому, оно все текло, в общем, да, и вся теперь сладкая, сладкая, я такая девочка, сладкая, ну что, друзья, я с вами включаюсь, для того, чтобы попрощаться, помните, я маску себе покупала, розовые пузырьки, нанесла, буду обогащать свою кожу кислородом, и с вами буду прощаться, у меня завтра кое-что запланировано, друзья, так что оставайтесь на связи, всего вам самого лучшего, и встретимся с вами завтра, всем пока-пока!